всем привет в сегодняшнем видео я расскажу как связать чудеснейший полосатый топ крючком и это очень простой мастер-класс я связала такой топ себе за три дня и в целом покажу процесс обязательно все должны мерить под себя потому что точные схемы прям с номеровкой столбиков и воздушных петель я говорить не буду потому что это все индивидуально вы должны мерить под себя обязательно и постоянно почти каждый шаг который я буду делать мерить на себя дать уже начинаете слишком долгое начало вышло и так начинаем мы с самого низа я взяла вот такие вот синие нитки и сейчас ими буду дать и так делаем узелок после которого мы будем делать уже воздушные петли еще раз повторяю сколько я делала воздушных петель говорит не буду потому что во первых отличается может пряжа я вязала то хлопковой пряжи то что-то между с акрилом в общем выбирайте пряжу какую вы хотите главное не шерстью это обязательно я вязала где-то наверное 170 либо ну ближе к 200 100 воздушных петель вяжите примерно так и меряйте над себя то есть вы должны вокруг себя вот так померить чтобы она была к вам как раз вот вот таким образом мы меряем чтобы вокруг нас она нас полностью облегала на вот этом примерно уровне и теперь далее мы будем начинать уже делать первый ряд первым цветом вы можете делать однотонный это без проблем я делаю полосатый просто меняю каждый ряд цвет и на этом принципе все как менять цвет и покажу и так мы для начала делаем две воздушные петли потом после этих двух воздушных петель вяжем полустолбик с одним накидом да все это время мы будем вязать полустолбики с одним накидом потому что во первых так быстрее во вторых это будет намного проще для начинающих тоже может быть проще и теперь даже этими полустолбиками до конца ряда затем берем следующий цвет который мы подготовили составили гамму и подготовили следующий цвет и теперь делаем узелок последний полустолбик с накидом последний воздушную петлю мы не довязываем оставляем 3 петли так висеть и затем провязываем все это дело следующим цветом вот так вот мы и переходим на следующий цвет да у нас остаются концы которые мы слея потом будем делать узелочки на тоже потом далее снова делаем 2 воздушные петли и снова вяжем полустолбики с одним накидом и так мы делаем постоянно до определенного уровня и так вот столько я связала затем сейчас я буду делать уже вот этот как вам сказать у бабки то делать на убавление мы должны отмерить с отсюда дать до до сюда пометочки можем принципе взять одну пометочку для того чтобы они были одинаковые двух сторон мы должны сложить нашу заготовку пополам вот таким образом затем мы смотрим мы должны отсчитать точное количество столбиков без накида и такое же количество столбиков сделать на второй стороне и там же делаем еще одну пометочку себе достаем пометочку из намеченного места и с этого места начинаем вязать наши полустолбики с одним накидом достаем и прикрепляем нить с помощью узелка и вот так и вытаскиваем 2 2 воздушные петли не забываем каждый ряд потому что мы вяжем поворотными рядами как-никак и в каждый теперь столбик снова вяжем полустолбики с одним накидом в принципе как и обычно теперь мы должны полустолбики с накидом вязать до нашей пометочки дальше дальше все будет просто и вот и почти почти довязала до нашей пометочки и вот довязала достаем ее и провязываем точнее не довязываем последний наш столбик а меняем цвет на следующий в принципе как и прежде мы это делаем и теперь провязываем снова делаем 2 воздушные петли начинаем как обычный ряд теперь мы должны в начале ряда в каждом теперь начале ряда мы должны будем делать убавку то как я сейчас делаю убавку это неправильно так делать в принципе вы можете так делать но это будет не очень смотреться уже потом потому что эту убавку видно за километр поэтому лучше так не делать я вас очень вас прошу делайте вот сейчас я потом покажу вот так делать атак неделайте и теперь мы до конца ряда вяжем просто в полустолбики с накидом все как обычно последний полустолбик не довязываем в конце ряда нам не нужен делать убавку вот а просто не довольно столбик и меняем снова цвет на следующий сейчас я вам покажу как правильно делать убавки как это нужно делать и не как я сделал что-то там себе накрутила вот мы провязываем белым цветом следующем точнее делаю 2 воздушные петли и теперь я делаю накид и затем накрутил там себе затем вставляю крючок вытаскиваю не затем в следующую и снова вытаскиваем таким образом мы 2 2 столбика предыдущего ряда связываем вместе то есть это и называется вот и в целом мы продолжаем вязать полустолбики с накидом и так делаем до тех пор пока нам не понравится я если честно была не совсем удовлетворена результатом который мне получился поначалу но затем не понравилось потому что я подумала что можно стянуть этот край самый верхний на убавление и в принципе мне потом понравилось и так теперь мы должны будем вот видите я сделала узелки там где у нас были отрезаны нитки было очень красиво я сделаю узелочки аккуратненько и отрезала все выступающие нитки то есть можно так еще и спрятать их но это не особо надежный способ лучше сделать узел прям конкретный двойной и отрезать нить теперь я беру нить основного цвета у меня это синий потому что он более выделяется и теперь им я буду делать обвязку по всему периметру топа прикрепляем просто нить и затем с краю по всем краям везде где только можно мы делаем столбики без накида вот делаем вначале конечно же воздушную петлю как же без нее и просто теперь начинаем вязать и ну а пока вы в темпе лапсе смотрите как я стараюсь обвязывать свой топ вы можете подписаться на меня и поставить мне лайк вам не трудно а мне приятно вот этого займет так уж много секунд поэтому подписывайтесь прямо сейчас думаю что вы увидите от меня еще много чего интересного и оставайтесь на моем канале если вам интересно вязание кстати недаром я создавала плейлист как научиться взять крючком если вы прям очень хотите связать этот топ то смотрите мой плейлист под названием как научиться взять крючком сейчас я его оставлю в подсказках у себя и обязательно заходите туда вы узнаете как вязать и полустолбики и столбики с накидом и столбики без накида и все что только угодно в этом видео которое находится здесь и не только и больше так что обязательно смотрите мой плейлист там много чего интересного и нужного вам но мы продолжаем вязать и так вот я обвязала свой топ а так у меня получилось красивенько все очень красиво да вот я стянула как вы видите как связать такой шнурок я покажу чуть позже а пока что я покажу как сделать отверстие для шнуровки сзади у меня шнуровка сейчас мы будем делать как вы видите я провязала два ряда после того как провязала обязала весь топ и теперь мы будем делать отверстие для того чтобы сделать шнуровку и так я вяжу 3 столбика без накида затем делаю 3 воздушные петли пропускаю один столбик и в следующий вяжу столбик без накида Вот так очень просто можно сделать отверстие для шнуровки. И так мы делаем до конца ряда. В принципе, вы должны просчитать расстояние между вашими отверстиями и сами отверстия. Но я рекомендую делать поменьше, потому что они могут растягиваться. Это будет не очень красиво и эстетично. Поэтому лучше делайте их как можно меньше. Три столбика, три воздушные петли будет вам достаточно. Просто с головы, поверьте мне. Но расстояние вы можете регулировать. Потому что высота нашей вот этой средней части, она может быть у каждого разной. Сами мы понимаем. И отверстие, соответственно, будет больше или меньше в зависимости от высоты средней части. У меня получилось 10 всего отверстий. И такие же отверстия я делаю на второй стороне. Важно, чтобы с двух сторон было одинаковое количество столбиков без накида. Поэтому регулируем сами, потому что, когда мы обвязываем, оно может получиться по-разному. Но мы стараемся делать их максимально одинаково, насколько настолько это возможно. И теперь я буду делать веревочку. Итак, мы должны обмотать довольно-таки длинную нитку, потому что для шнуровки нам понадобится очень длинная нить. И теперь мы делаем обычный узелок. Теперь мы вот так накидываем на крючок нитку, которую мы оставили. Затем провязываем рабочий, который идет у нас от мотка. И теперь мы таким образом должны повторять друг за другом. И вот так примерно такая косичка у нас должна получаться. В принципе, надежный способ, проверено мною. И эта конструкция, эта веревка достаточно крепкая, можно так сказать. И вот так вот у меня получилось. Кстати, как я стягивала, это просто пропускала два столбика с одной и с другой стороны. И, в общем, гармошкой так делала. И в целом вот так у меня получилось. Спина полностью открыта. Вот так выглядит она спереди. В принципе, мне очень-очень нравится. И это очень-очень красиво получилось. Опять же говорю, что вы можете сделать его однотонным. Я сделала его полосатым. Вот такая шнуровка у меня сзади выглядит. И подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам в творчестве. Я надеюсь, что у вас получилось связать этот шикарнейший топ. И всем удачи. И всем пока-пока.